Я Драч Андрей, член экипажа судна Никополь военно-морских сил Украины. 23 числа я получил задачу следовать маршрутам Одесса-Мариуполь через Керченскую протоку. В пути следования до города Мариуполь через Керченскую протоку мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации. При остановке на якорную стоянку береговая охрана предупредила еще раз нас, что нужно покинуть территориальные воды Российской Федерации, выйти в 12-мильную зону и ожидать дальнейших решений по нашему прохождению через Кенческую протоку Владого города Мариуполя. Я Цебезов Сергей Андреевич. В пятницу утром вышли в 8 утра из Одессы и направлялись к городу Бердянску через Керченский пролив. Когда подошли к Керченскому проливу, зашли на воды России. После чего нам были поставлены команды остановиться и ожидать подальших команд. Перед тем, как открыть огонь, были замечены ракетницы зеленого цвета, две. Мы на Никополе дальше шли, шли и с нами уже связались. Русские корабли попросили остановиться, упасть на реверс, на то по нам откроют также огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера и все. Лесовой Владимир Владимирович, командир воинской части А-17-28, за 22 ноября 2018 года составил пропорции кораблей военно-морских сил Украины, ряды обувь Сиро Яныкапо, Мбако-Никопо-Либердянск, осуществлял переход через Керченский пролив. После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Я запросы постановки по УКВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Херченском проливе носит провокационный характер. Я, как должное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одессы в порт Мариуп. Продолжение следует...